Всем привет! Последнее время в своих обзорах мы сфокусировались на складниках и совсем позабыли о ножах с фиксированным клинком. Пришло время исправлять этот дисбаланс. Разумеется, фикс не так утилитарен, не так популярен для городского ношения, как складник, однако его в целом возможности все же будут пошире. Сегодня мы с вами поговорим о самых популярных фиксидах от шведской компании Falkniven, а именно о моделях F1-S1, а также об их новых вариациях в виде наборов F1 Pro и S1 Pro. Но сначала немного истории. Небольшая, но давно получившая заслуженное мировое признание компания Falkniven AB расположена в маленьком городке Боден на севере Швеции. Данная компания была основана в 1984 году. Компания семейная, причем у ее истоков стоит семья с глубокими традициями в охоте и рыболовстве. Глава семейства, он же основатель и бессменный руководитель компании Петер Хьюрбергер. К слову сказать, в данной компании на данный момент работают всего 9 человек. Клинки изготавливаются в известном ножевом центре Японии, а именно в городе Сэки, на заводе, который принадлежит семье Хатори, японским оружейникам и кузнецам, которые со средних веков завоевали признание в мире ножей. На первый взгляд ножи Falkniven мало чем отличаются от своих фиксированных собратьев. Ножны, клинок, черная стандартная рукоять, однако стоит лишь взять в руки один из этих ножей, как все становится понятно. Основным отличием клинков Falkniven от любых других фиксов является, в первую очередь, сталь из которой они изготовлены. Шведы в коллаборации с японцами используют только трехслойные пакеты. Данная сталь изготовлена по методу бутерброда, то есть твердый металлический сердечник окружен более мягкой, но в то же время более устойчивой к коррозии сталью. На представленных моделях используются два вида стали. Это на F1 и S1, то есть на базовых моделях это ламинированная VG10. И на следующей, скажем так, следующей генерации ножей S1 Pro и F1 Pro используется сталь с содержанием, с более повышенным содержанием кобальта, а также с вольфрамом. VG10 это японская коррозионостойкая сталь, которая разработана фирмой Takef Uspecial Steel. Данная сталь также известна под названием V-Gold No. 10, то есть это V-Gold No. 10. Данная сталь имеет оптимальную твердость на уровне 59 единиц по Роквеллу. Одной из отличительных особенностей данной марки является использование в сплаве кобальта. Кобальт это довольно дорогая и редкая в сталях лигирующая присадка, благодаря ее присутствию сталь приобретает повышенную твердость и вязкость. У флокнивен данная сталь ламинирована сталью 420J2. Это также японская сталь, она является низкоуглеродистой и нержавеющей. Это усовершенствовая японскими металлургами мягкая нержавеющая сталь марки 420. Достаточно прочная и очень устойчивая к коррозии сталь. Но при этом, каким бы хорошим, проверенным, устойчивым к коррозии и тяжелым работам не было сталь VG10, компания не стоит на месте. И следующая сталь, о которой мы поговорим, это сталь КОС. Сталь КОС или Кобальт Стилл это чрезвычайно прочная углеродистая сталь, которая изначально задумалась не ножевой, а инструментальной. Она имеет чуть более высокую твердость на уровне 60 единиц по Роквеллу по сравнению с предшественником и отличается более высоким содержанием кобальта, который отвечает за жаропрочность и улучшенные механические свойства. Из сплавов с применением такого материала создается обрабатывающий инструмент, а именно сверла, резцы и тому подобное. Еще одним интересным легирующим элементом является вольфрам. Такой элемент придает ей значительную твердость и значительно повышает температуру плавления. Применяется она для ресурс, снарядов, сейфов, для режущих инструментов. То есть мы понимаем, что сталь очень твердая и готовая к тяжелым работам. Кроме того, есть интересный факт, что с присадкой из молибдена такую сталь именуют самозакаливающиеся. Тем не менее, сталь это не единственное отличие базовых моделей от вариаций PRO. Так, например, данные модели версии PRO стали толще. Например, у F1 толщина клинка составляет в обухе 4,5 мм, у F1 PRO толщина уже составляет 5 мм. Если мы говорим об S, то базовая толщина 5 мм, у S1 PRO же это уже 6 мм. Согласитесь, это довольно увесистый, серьезный инструмент, подходящий для абсолютно любой работы. Кроме, естественно, тонкого филирования. Мы понимаем, что чем толще нож, чем под большим углом он заточен, тем меньше он подходит для деликатного, тоненького реза. Модели серии PRO обзавелись несъемной стальной гардой. Как мы видим, у базовых моделей эта гарда состояла из того же материала, что и общая рукоять, а именно из фирменного материала терморан. Модели PRO поставляются в ударопрочном водонепроницаемом кейсе. В большом счете, если вы захотите заменить содержимое этого кейса, вы просто вынимаете поролончик и наполняете всем, чем только захотите. У Flocknames комплектация следующая. Это непосредственно сам нож. Это ножны, которые прекрасно фиксируют в себе нож. То есть компания ушла на доработки, то есть нож не гремит. Некоторые жалобы поступали о том, что Zytel ножны у Flocknames не совсем шумоизоляционные, но здесь-то ситуацию исправили. Кроме того, в комплектацию входит точильный камень, на котором можно поправить небольшие заломы режущей кромки. Естественно, самостоятельно переточить линзовидную или конвексную заточку от Flocknames на этом камушке не получится, однако какие-либо небольшие шероховатости вы сможете с легкостью поправить. На этом все, уважаемые зрители. Следите за обновлениями нашего канала. Нам еще есть чем вас удивить в контексте ножей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok